Криптовалюты, декенизированные финансовые и цифровые активы Это та зона, где у регуляторов сейчас может быть достаточно неоднозначное мнение И, наверное, это не та область, в которую хотелось бы с радостью позвать всех потребителей С учетом тех рисков и тех неопределенностей, которые там существуют Но это точно такая очень интересная поляна для инноваций, для развития технологий Которая позволяет выработать какие-то новые решения В том числе и для более традиционного финансового рынка И, по сути, цифровые валюты центральных банков, о которых мы сейчас говорим Это как раз возможность переиспользовать технологии из криптомира, токенизацию валюты Для того, чтобы поднять на новый уровень традиционный финансовый рынок И дать потребителям совершенно новые возможности Создав при этом даже на классическом, стабильном, понятном и прозрачном для всех финансовом рынке Новые инструменты и целый новый пласт сервисов Понятно, что это еще такая зона для экспериментов, дискуссий, проработки, регулирования И проверки технологий Мы понимаем, что уже, наверное, на достаточно обозримой перспективе Те возможности цифровой валюты, которые ее кардинально отличают от традиционных безналичных расчетов И от существующих наличных платежей Это и возможность расчета по флайн Это и настраиваемая анонимность, про которую мы рассказывали Это и возможность реализации различных решений вокруг программируемости Начиная от использования цифровой валюты с целевым назначением до смарт-контрактов и так далее Это как раз те новые свойства и возможности, которые будут доступны, надеюсь, всем потребителям И там создадут реально новые точки роста и для финансовых игроков, и для бизнеса, и для экономики в целом Мы видим в Казахстане очень интересную конкурентную динамику Здесь есть реально такие инновационные игроки с крутыми компетенциями, сильными технологическими командами И то, что мы видим в банковском рынке и в смежных сегментах действительно вызывает и уважение, и желание работать на этом рынке Я не буду сравнивать с Россией, у каждого рынка есть своя специфика, но мы с большим удовольствием сейчас развиваем нашу практику в Казахстане Но при этом стараемся выстраивать наш бизнес синергетически У нас, соответственно, практика и российская, и казахстанская достаточно тесно переплетены, чтобы можно было бы развивать какие-то новые вещи И привносить технологии, используя синергию между двумя странами Честно скажу, что мне очень понравился именно такой международный формат по сравнению с российскими платформами В которых традиционно старалась принимать участие, но увидела реально новые возможности для новых контактов, действительно для расширения И я, наверное, рекомендовал бы классу продолжать развивать именно такой трансграничный формат Это действительно очень нужно и важно, выстраивать такую коллаборацию и возможность совместных обсуждений Редактор субтитров А.Семкин